883 международных наблюдателя были аккредитованы на парламентские выборы в Азербайджане. Среди них делегация из Израиля и сейчас у нас в студии эксперт в области международных отношений Ария Гуд. Добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер. Вы сегодня побывали на избирательных участках. Скажите, пожалуйста, как проходили выборы? Во-первых, наша делегация участвовала как со стороны международных наблюдателей, так и со стороны представителей израильской прессы. Выборы проходили в транспорентной, спокойной, демократической обстановке. Мы приехали туда в 9 часов утра и уже, несмотря на не очень хорошую погоду, для Баку особенно, в этой ситуации народ приходил, народ голосовал и мы спрашивали у людей, как их мнение, каково их мнение, что они думают по поводу выборов. И на самом деле у людей мы почувствовали ту энергетику того, что люди хотят изменений, люди хотят новый парламент. И на самом деле то, что президент Азербайджан Алихай Алиев заявил о том, что на самом деле пришло время кардинальных реформ и кадровых реформ, и экономических реформ, и политических реформ. Я думаю, что нынешняя избирательная кампания до парламентских выборов и сегодня парламентские выборы еще раз показали, что наступает новая эра развития Азербайджана, наступает новый период кардинальных реформ, которым сегодня нуждается Азербайджан. Вот вы говорите о реформах, вы следите за ситуацией в Азербайджане, я знаю, да? Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете эти реформы? Вы знаете, очень важно, что не только на экономическом уровне, то есть мы знаем, что на протяжении, начиная, можно сказать, с ноября месяца произошли кардинальные кадровые реформы в политической администрации, в администрации президента, в совете министра Азербайджана. Наряду с этим правящая партия, увидев ситуацию, которая складывается, решила, что, наверное, пришло время омоложения парламента, и было принято решение, и это решение, соответственно, так как основная партия является, правящая партия, это Елена Азербайджан, а главой партии является президент Азербайджана Ильхам Алиев, соответственно, в этой ситуации, конечно, им ничего не оставалось, чтобы принять решение распуститься и создать новое лицо парламента. И я думаю, что этот новый парламент будет состоять, то, что вы сейчас сказали, на самом деле, если в парламенте 41 независимый кандидат, при том, что 67 представителей правящей партии, это говорит о том, что в парламенте появятся новые лица, появятся большие люди, эксперты, технократы, которые реально будут заниматься проблемами населения. И то, что в одном из своих последних недрю президент сказал, что, к сожалению, депутат избирается, а завтра он даже не помнит, откуда он избран, и народ его даже не видит. Это очень важно, чтобы этот диалог между избирателем и парламентом был постоянным. А каковы принципы миссии наблюдателей на выборах? На что обращаете внимание в первую очередь? Во-первых, я хочу отметить, что мы же понимаем, что Азербайджан находится в очень сложной геополитической ситуации. Мы понимаем, что очень много может быть критики в адресе Азербайджана, но при этом мы наблюдатели, вот 883 наблюдателя было, среди них было много иностранцев, более 123 только представителей иностранной прессы. И в рамках этого мы утром пришли, начали наблюдать, и мы ничего по-большому не имеем права вмешивать, мы только наблюдаем за процессом выбора. Люди приходят, голосуют, отмечаются. Мы следим за тем, что никто там второй раз не голосует, даже у Азербайджана есть новинка, которой нет даже в Израиле, что человек перед тем, как начинает голосовать, отмечают ему руку, что он один раз имеет право голосовать. И это новинка, которая есть в Азербайджане. В Израиле такого нет. Такой новинки нет. При том, что страна является страной новых технологий. Но при этом я думаю, что это сама по себе практика очень интересная, и все, что происходило там сегодня, я был в Хатайинском районе, мы наблюдали, нас было 8 наблюдателей из Израиля. Все проходило в очень хорошей, демократической, транспарентной и открытой обстановке. Это говорит о том, что парламентские выборы в Азербайджане можно считать соответствующим международным стандартом. Вы следили за избирательной кампанией кандидатов, депутаты? Конечно. На что обращали внимание? Конечно же, очень важно сегодня, когда президент говорит о кардинальных кадровых реформах, когда президент говорит о экономических реформах, очень важно, чтобы депутат не забывал о своем избирателе. Депутат хочет избираться, каждый человек хочет избираться и стать депутатом. Но очень важно, чтобы этот диалог между избирателем и парламентом, он был постоянен. Чтобы депутат никогда не забывал то место, откуда он был избран. Не забывал людей, не вспоминал людей только перед выборами. Это очень важный момент, который и президент отметил. То, что я думаю, что новые лица, новые действующие депутаты, они этот посыл президента не забудут. И последний вопрос. Вы говорите об избирательной кампании, об обещаниях депутатов. Какие вопросы, на ваш взгляд, должны быть решены в первую очередь? Ну, конечно, социально-экономические вопросы стоят на повестке дня. При том, что государство, со своей стороны, делает все необходимое для улучшения социально-экономической ситуации в Азербайджане. Конечно же, есть проблема Карабаха, которую нельзя забывать. О территориальной целостности Азербайджана. Очень важно, чтобы новые лица Азербайджанского парламента могли представлять Азербайджан за рубежом. И есть очень много молодых ребят, которые говорят на нескольких иностранных языках. Это очень важный момент. Я думаю, что, в принципе, эта новая эра наступает. И я от имени израильской делегации хочу поздравить азербайджанский народ с настоящими демократическими и транспортными выборами. Спасибо вам большое за то, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам. Я напомню о прошедших сегодня в стране парламентских выборах. Мы говорили с наблюдателем из Израиля, экспертом в области международных отношений Арье Гутам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!